Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня я вам покажу карту под названием Бикини Ботом для Майнкрафта Боксидишна. Собственно, данная карта перенесёт нас в мультисериал Спанч Боба, ну то есть Губки Боба. И кстати, сейчас он стоит сзади нас. Вот наш Губку Боб, который сейчас продаёт лимонад. Кстати, цена его составляет 25 центов. Если перевести на наш курс, то это получится около 15 рублей. Молодец, Губку Боб. То есть, если купить целую бутылку лимонада, разливать по стаканчикам, преподавать за 15 рублей, то можно получить 150 рублей. Ммм, умный, умный. Поздравляю. Собственно, вот наш ананас нашего персонажа, друзья. И давайте мы в него зайдём. Да, кстати, можем дойти. И это его кресло. Рыба. Я точно помню, у него была большая рыба. Это у него телевизор. Давайте мы посмотрим, что вообще в телевизор уйдёт. Понимая, что это лампа. Ладно. Собственно, это у нас шкаф. Спуск вниз. Там, наверное, кухня. А я хочу подняться наверх. Интересно, кстати, а где у него читальный зал? Так. Так. Вот его кровать. Я уже понял. А здесь у нас что? А вот, наверное, друзья, спуск в читальный зал. Давайте посмотрим. Да, и вправду, это читательный зал. Так. В сундучках, конечно, по логике находятся книги. Ладно. Хорошо. Давайте подниматься обратно вверх. Ну, как понимаете, друзья. Данная карта отличается совершенно от тех карт, которые мы обозревали на нашем канале. И я так понимаю, что эта карта создавалась самим автором на своём андроид-устройстве. Ладно, губку-боб, мы с тобой попрощаемся. Увидимся в мультиках. Ну, друзья, дом Сквидворта. Наверное, все знают, кто такой Сквидворт. Довольно нудный парнишка. То есть, осьминог. Кстати, дом немного уменьшили. Сразу видно. И наверху, надеюсь, находятся картины. Да, друзья, картины. А здесь у него кровать. Ну да, где-то так у него расположена его кровать. Здесь что? Ну, не избродили ванну. Половину деталей вообще убрали. Ну, ладно, друзья. Простим им это, потому что карта и вправду очень большая. Не знаю, конечно, делалась ли данная карта группой, компании. Но мне кажется, делал это всё один и круг. Потому что, друзья, ну, не знаю, мои ощущения. И, кстати, наверху нас ожидают вот такие довольно красивые цветочки. Это типа облака. Ну, а теперь мне не терпится и хочется зайти в дом Патрика. Ну да, песчаный дом. Что может быть ещё? Кухня. Да, кухня. И здесь, наверное, спальня. Да, друзья. Хотя у Патрика я ни разу не помню его кровать. И, кстати, да, неправда. Он спал на этом камне наверху. И когда он просыпался, его камень открывался. Так что, друзья, маленькая, ну, нечёткость. Кстати, сейчас многие, наверное, заметили подлагивание. Это связано с тем, что там есть Красти Краб. И он почему-то подлагивает из него. И именно то место начинает лагать. Вот, друзья, давайте я вам даже покажу его. Собственно, вот смотрите. Давайте добежим. Вот, друзья, Красти Краб. И он почему-то лагает. Ну, ладно. И, кстати, это мусорное ведро, где обитает Планктон. Кстати, там кто-то бегает. Да, там, правда, кто-то бегает. Ну, собственно, там у нас живёт Планктон. И, конечно, Карн. Его жена, так сказать. А это у нас домик Сэнди. Ну, да, друзья, живёт на дереве. Белка учёная. Ну, прикольно. Её колёчко, кстати, да, был в одной из серий. И там есть ещё домики какие-то. Очень много домиков на данной карте. Автор всё смог уместить в одном почти месте. Ух ты, вот этот магазин я точно помню, когда Патрик вместе с Губкой Бобой закупили себе целую корзину жвач. Когда им за золотой шарик, который выпал, жемчуг, друзья, им дали много-много монет. Привозили ещё на машине. Ну, здесь обычные домики. И, кстати, вот здесь обитает наш мистер Крабс. А вот не знаю, почему вот этот домик построили так рядом. Потому что здесь живёт учитель Губки Боба, который учит его вождению. И, кстати, у неё был огородик. Не знаю, почему так близко построили именно с домом мистером Крабсом. Потому что в одной из серий он воровал у неё овощи. И это было довольно далеко, если я не ошибаюсь. Ну, а здесь слишком близко. Дверь я нечаянно выломал, друзья. Ну, домик, по идее, приятный. Внизу у неё, наверное, вино, да? Да, друзья, бочки с вином. Ну, это точно помню. Когда Губку Боб открыл все пробки, и домик затопило. Маяк часто показывался в каждой серии. А, друзья, это же школа. Это школа Губки Боба. Где-то вот, друзья, вот, наверное, жёлтый домик. Да-да-да-да-да. Это школа вождения. Так, точно, точно, друзья. Ну, да-да. Ну, опять же, класс тоже уменьшили. Ну, наверное, уменьшали для того, чтобы всё уместилось на одной карте. Да, лаги вызывают, конечно, это место почему-то очень сильно. Не знаю, что там расположено, но это дико лагает. Кстати, большие деревни, наверное, это водоросли. Они изображены вот в таком виде. Кстати, границы карты также обозначены здесь вот таким стеклом. Ну, автор данной карты просто молодец. Супер. Друзья, обязательно ставим лайк, если вам понравилась данная карта. Ну, и не забывайте подписываться на канал. Ну, и, собственно, друзья, хотя можно посмотреть ещё что-нибудь. И что ещё можно посмотреть? Хм. Ну, друзья, давайте зайдём, наверное, ещё в мусорное ведро. Ээээ... Так. Давайте повернёмся вот так. И давайте зайдём, посмотрим, что у нас творится там. Опять я выломал дверь, путаю всё время эти кнопочки. Но, опять же, зачем-то уменьшили эту кнопочку. Ой, этот домик. Так, здесь вообще пусто. Не понимаю. Так, лаборатория. Лаборатория. Давайте зайдём. Есть подъём наверх, на второй этаж. Ну, и, собственно, это его лаборатория. Ладно, друзья, наверное, на этом мы и вправду с вами закончим. И я хочу сказать одно. Во время видео был показан момент, в котором я посмотрел время. Теперь я хочу, чтобы вы указали это время в тот момент. И если кто первым назовёт, напишет точное время, которое было в тот момент, тот попадёт в следующее видео. Вы понимаете, о чём намекаю я? Да, и теперь в каждом видео, наверное, будет топ-комментарий. Но вы сейчас должны указать время. Поэтому не поленитесь, перемотайте на тот момент, и вы попадёте в следующее видео. Ну, а на этом всё, друзья. Не забудьте поставить свой жирный лайк и подписаться на канал. Ну, а мы вместе с вами увидимся в следующих видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok